Наши женщины, российского артиста, для нас семья Простцова, мы получаем этот дар от семьи. Я очень благодарен Елене Славу, что мы решили передать это в Эрмитаж. Это не просто дар, красивый жест, плодородный жест для Эрмитажа, это некий такой выбор нашего музейного пути. Мы в общем, Эрмитаж всегда коллекционировал костюмы, у нас громадная коррекция. Мы начинаем сейчас их снова коллекционировать современные, получая в дар вот этот образец и набор, исторически связанный с великим человеком, это определение, как мы и дальше будем коллекционировать. Мы в музее, в стенах которого живет история, и в музее, который на историю ориентируется. Причастность к замечательным и лучшим людям России, российской истории, есть тот критерий, который существует для отбора тех костюмов, платьев, которые здесь видите, и которые будут потом появляться в наших коллекциях. Елена Васильевна была великим человеком и замечательным человеком, очень дружили, очень любил Эрмитаж, мы дружили с ней, Эрмитаж дружил с ней, и она осталась. Просто бывало у нас, бывали концерты, у нас бывали приемы в честь ее конкурсов. И в общем, я знаю, как она трепетно относилась к нашему музею, и как мы к ней всегда трепетно, с восторгом и любовью относились. Поэтому сегодняшний дар – это не просто с удовольствием получать великую вещь, это новое еще дополнительное связующее звено, связочка, которая позволяет нам постоянно помнить и напоминать другим о нашем замечательном друге, великом человеке, великом образце того, как люди вообще должны себя вести в жизни, не только в искусстве. И всяческий образец высочайшего вкуса, что появлялось во всем, что она делала, появлялось в ее поведении и прекрасно появляется в тех платьях, которые здесь есть. Конечно, дарьеры, художники – это да, но когда заказчик такой, то 50% происходит от заказчика. Так, чтобы никто не обижался, как у Матисса в танце. 50% в Щукино, 50% в Матиссе. Я еще раз благодарю вас, славно, вам слово, а потом мы торжественно объявляемся в ума. Ну, спасибо вам огромное, спасибо всем вам, что оказался здесь. Огромное спасибо Эрмитажу, потому что я бы, наверное, не решилась никогда беспокоить Эрмитаж такой, наверное, необычной, мне казалось, просьбой. Когда поступило такое предложение, я не то, что раз с радостью согласилась, и у меня это была такая огромная честь. Я уверена, что мама, где она сейчас находилась, она очень счастлива гордится тем, что часть ее наследия, часть ее души, потому что образ, который она создавала на сцене, он создавался не только ее голосом, но только ее талантом, но и тем образом, который она несла на сцену. Это частью этого образа, конечно, были ее сценические костюмы. И счастье этого будет в Эрмитаже, в ее любимом музее, и в ее самом любимом родном городе, в котором она родилась, в котором она пережила блокаду, в котором она вернулась учиться, в котором она основала свой конкурс, и в котором сейчас живет ее детище, ее академия музыки. Я очень надеюсь, что этот такой скромный вклад в сокровищницу этого города послужит еще и дополнительным аргументом в пользу нашей просьбы, к которому мы обратились в правительство города, о том, чтобы маме в виде исключения хотя бы посмертно было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга, и чтобы одна из улиц или скверов, или переулочков этого города носила бы ее имя, потому что я думаю, что мама этого достойна, потому что она безумно любила этот город и очень много сил и любви в него вложила. Я очень надеюсь, что люди будут приходить в Эрмитаж и смотреть на это костюмы, и для них внутри их будет звучать мамин голос, мамина музыка, и я очень надеюсь, что это будет частью ее продолжения на этой земле, частью ее жизни, которая, я думаю, что не закончилась. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ Если можно, я отдам такой важный документ самому дорогому человеку в этом зале, это мой муж, и я бы хотела, во-первых, поприветствовать вас, если бы все от лица нашей группы музыкальных объема, пригласить вас всех, и 7 апреля на наш концерт, который будет проводиться в Малом зале филармонии, пригласить вас в июне на наш фестиваль «Елена», который мы организуем в этом замечательном городе, здесь теперь большая часть моей жизни связана, наверное, с Санкт-Петербургом. Я такой московский кастарбайтер, который приезжает сюда каждую неделю работать. И мне бы хотелось спеть для вас немножко, чтобы какая-то слезующая ниточка между сценическими костюмами, терминтажем, музыкой протянулась сегодня. Спасибо большое.